Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, мы продолжаем на портале Экзегет разбирать с вами послание к евреям. Четвертая глава. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказалось кто из вас опоздавшим?» Мы же говорили с вами о том, что покой в послании понимается как земля обетованная, в которую должны были войти те, кто вышел из Египта во время исхода, и покой – это время вдохновения, время, когда останется позади кочевой образ жизни, который неизбежно приносил с собой и тяготы, и невзгоды. Однако то, что мы только что с вами прочитали, может нас озадачить. Как же так? Остается обетование войти в покой его. А разве то поколение, которое все-таки вошло в землю обетованную, не нашло, не обрело этот покой? Разве оно не встретило этот покой там? И здесь мы сталкиваемся с еще одним пониманием покоя. Поконья, которое как бы перевертывает, которое говорит о том, что на самом-то деле покой не был достигнут. Почему? Входим в покой мы, третий стих, уверовавшие, так как он сказал, я покнялся в гневе моем, они не войдут в покой его, хотя дела его были совершенны еще в начале мира, ибо негде сказано о седьмом дне, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. Итак, мы видим, что, соединяя цитаты из Священного Писания, автор послания вводит новое понимание покоя. Покоя как некого состояния Бога, которое завершает процесс творения мира и о котором говорится на первых страницах книги Бытия. И тем самым это нечто принципиально новое, отличное от того понимания покоя, которое было до этого, потому что речь идет о том, что люди должны разделить с Богом этот самый его покой, которого они, разумеется, не достигли. И то, что Давид обращается к своему поколению, говоря о том, что еще обетование у покоя сохраняет силу, предполагает, что это время, время возможности войти в покой, оно удлиняется. «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если Иисус новин дал им покой, то не было бы сказано после о другом дне, посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам упокоился, а дел своих, как и Бог от своих». Итак, новое понимание покоя, оно аннулирует достижение вступления в землю обетованную, потому что доказательством того, что покой, но не земной, а небесный, еще не достигнут, является наличием субботы. Суббота является временем, как бы отдохновением, временем, когда люди в течение недельного цикла вводили в бездеятельности, когда они находились в покое. Но это не их постоянное состояние, это лишь исключение из общего течения жизни. И поэтому суббота, она была как раз наповинанием, она была свидетельством того, что покой-то на самом-то деле он еще не достигнут, он не реализован. И таким образом покой понимается как некая эсхатологическая реальность, а как реальность, которую достигнут люди лишь в конце времен, когда они, по слову послания, должны будет разделить с Богом то состояние, тот покой, в котором находится он сам. и здесь опять мы встречаем как бы наставление. Мы говорили о том, что послание, оно носит характер проповеди. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Послание призвано предостеречь его адресатов от отступления от веры. И дальше говорится так. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обывода острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, суд помышлений и намерений сердечный, не твари сокровенные от него, но все обнажено, открыто предочами его, ему дадим отчет. Тема суда, конечно, тоже является одной из ключевых для послания. Суд по мысли автора послания не заставит себя ждать, и мы уже находимся перед судом Божьим, когда обращаемся к Писанию. И действительно мы знаем, что Писание для нас является источником суда, и действительно Писание в его многообразности форм и содержания на суде человека. Оно говорит как о суде над человеком, так и так или иначе призывает человека стрепенуться, напоминая ему о суде и о его неизбежности, призывая человека изменить свою жизнь, жить так, как предлагается Богом, а как не выбирает себе сам человек. И это, конечно, сравнение Слово Божие с мечом, который разделяет человека, проникает до суставов и мозгов, оно очень яркое, оно очень точное, оно очень убедительное, и, конечно, то, можно сказать, даже очень жесткое в каком-то смысле, потому что, конечно, цель его, в том числе, не только предесторечная, но даже где-то и напугать, подставить читателей послания перед какой-то высшей реальностью, в том числе эпидреальностью Слово Божие. И эта цитата, она еще знаменательна тем, что здесь говорится о разделении души и духа. Дело в том, что в Священном Писании только есть две цитаты, где говорится о том, что наряду с душой в человеке присутствует и дух, о их некой сопряженности. Вот в заключении первого послания к фессалоникийцам мы встречаем с вами следующие слова «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух, душа и тело во всей целостности да сохранятся без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Это пятая глава, 23 стих первого послания фессалоникийцам апостола Павла. И видим, что достаточно скудный материал, то есть немного у нас таких свидетельств, где душа и дух упоминаются вместе, в паре. Как правило, вообще в священном писании говорится о духе, иногда о душе, о том, что человек трех составен или двух составен продолжаются непрерывные споры, но вообще как бы с точки зрения Библии все-таки можно несомненно свидетельствовать о том, что в представлении библейских авторов человек все-таки двух составен это душа и тело и если мы встречаем указание на дух, то как правило, особенно в посланиях апостола Павла эти термины синонимичны они не означают вот этой самой трехсоставности, которые подразумевают цитаты, которые я вам только что привел и человек находится перед судом Слова Божия но перед этим судом он все-таки не одинок он не потерян мы говорит послание 14 имеем первосвященника великого прошедшего небеса Иисуса Сына Божия будем твердо держаться исповедания нашего ибо мы не имеем такого первосвященника который не мог бы сострадать на внемощах наших но который подобно нам искушен во всем кроме греха очень важно что здесь говорится о том что эта идея которая нам с вами еще предстоит в дальнейшем раскрыть очень необычная идея идея первосвященства Христа а необычная она потому что в земной жизни конечно Иисус Христос не мог быть священником священство носило сословный характер и Иисус Христос который не принадлежал к колену Левия священником быть не мог почему же он назван священником этот разговор нам еще предстоит но важно то что здесь уже говорится первосвященник исповедания нашего то есть это положение оно входило в исповедание своего рода символа веры той общины которой это послание было написано кроме того первосвященник прошедший небеса то есть указание на вознесение им надо сказать что вообще говоря все то о чем мы и говорили и будем говорить еще здесь посланием к евреям оно отправной своей точкой имеет как раз вознесение и все те номинования христа которые мы встречаем в это послание и об этом уже была речь первосвященник сын начальник спасения ходатай они все связаны именно с небесным с прославленным положением иисуса христа и тем самым христос он уже осуществил свой замысел он уже совершил свое спасительное дело и что главное он нам может сострадать в немощах наших немощах которые не только связаны с какими-то трудностями с искушениями с проблемами но и немощами повседневной жизни немощами обыденного человеческого существования о чем идет речь дальше и посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи престол благодати это ковчег завета ковчег завета это как бы трон это место обитания бога среди народа ковчег завета находился в скинии в иерусалимском храме времен иисуса христа ковчега уже не было он исчез да еще до времени вавилонского еще до времени вавилонского плена и может быть поэтому как раз автор послания и использует эту символику символику скини символику когда действительно в храме присутствовало и находилось все то о чем он говорит потому что еще раз в последующем храме в иерусалимском храме времена христа всего то что он перечисляет дальше 9 главе уже не стояло и подступив уже как бы вплотную к этой небесной скинии к месту обитания Иисуса Христа мы можем получить милость и благодать для благовременной помощи это конечно уверенность это естество нашей веры это надежда на то что Бог нас не оставит что он не пройдет мимо тех трудностей и тех искушений и тех немощей которые нуждаются в содействии которые нуждаются в его поддержке которые нуждаются в его участии и конечно мы понимаем что люди которые стоят а читатели послания очевидно находились в таком состоянии разуверились разуверились что Бог может им помочь они уже не надеялись на это и считали что перемена их положения оно принесет им окончательное или долгожданное облегчение потому что окружение в котором они жили очевидно относилось к ним негативно им приходилось многое терпеть и вот предупредить от отступничества и пытается автор послания всеми возможными домами всеми возможными силами и по сути его аргумент заключается в том что вам осталось еще немного вы уже как бы подступили вы уже подошли к концу к развязке истории нам открыто святая святых Христос уже вошел на небо осталось только немножко подождать надо еще чуточку потерпеть и тогда наступит избавление избавление тогда действительно придет конец и конечно эта ситуация ситуация она довольно тяжелая и требует наверное большого не такого минутного разговора потому что конечно в жизни каждого человека может быть этот порог он может дойти до этого предела его тоже может не покидать ощущение богооставленности где же Бог почему он не приходит на помощь почему не нет никакой поддержки и вера может колебаться она тоже может проходить тяжелые испытания и не всегда можно найти правильные ответы не всегда может облокотиться на что-то для того чтобы в этой ситуации себя поддержать и к этому собственно и призвано послание к евреям и вот как оно это делает какие аргументы для своей аудитории находит ее автор мы разберем с вами в наших следующих встречах субтитры и субтитры 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 Продолжение следует...